Достаточно обладая вкусом, чтобы это превратить в цвет. И художественным талантом. И художественным талантом получается. Вот так скромно Равиль Айдаров рассказывает о том, как написал 700 картин. По памяти и открыткам размером спичечный коробок детально воспроизвел разные элементы и придал цвет деревянным постройкам Казани. Многие из этих домов уже потеряны навсегда. Его работы опубликованы в семи сборниках. Сам автор претендует на Тукаевскую премию. По этой теме защитил диссертацию в 2009 году. И пошло, пошло, пошло. Я уже не мог оторваться. Увлекся этим. И в конечном итоге вышли семь книг, альбомов. То есть я работал практически 20 лет. Я уже почти 20 лет. На самом деле не 20 лет, а 50. Еще в начале 70-х молодой архитектор ходил по улицам Казани и фотографировал деревянные дома. Позже стал свидетелем вынужденной меры – борьбы с ветхим фондом. Оттуда и познания. Где-то нашли пробку для шумоизоляции, скорее всего, доставленную из Африки. А где-то специально выращивали пыль и собирали листья, чтобы крыша не протекала во время дождя. Все эти знания – в заметках, которые собирала и писала супруга архитектора. У него счастливые сочетания двух талантов. Он, безусловно, талантливый архитектор, но он еще и талантливый художник. Но очень большая разница между акварелями художников и акварелями архитекторов. Муж, художник, архитектор, профессор и другие статусы Равиля Айдарова делают его номинантом престижного конкурса в области кино, архитектуры, литературы и искусства. В книгах сейчас, и мы говорили, очень много зданий деревянных, которых уж нет в жизни. И, как сегодня говорили, что даже воспоминания молодых людей не осталось вообще ни одних воспоминаний, скажем так. Вот так увлечение черно-белыми фотографиями переросло в 50-летний труд, который передает историю деревянного зодчества Казани. Сложно поверить, что эти картины с высокой архитектурной точностью создал человек, а не искусственный интеллект. Но миссия этого человека еще и сохранить, что было до. К примеру, новые здания на Черном озере повторяют прошлую архитектуру из его зарисовок. Такую инициативу заслуженный архитектор Республики Татарстан одобряет, а он в профессии полсотни лет. Лилия Кашварова, Ленархуз Ахметов, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова